Начинаем. Так, сейчас я сделаю вот так вот, чтобы вы меня видели. Так, всё, добрый вечер. Сейчас немножко свет. Так вот сделаем холодный. Так, всё, вижу знакомые лица, всем вам поставлю такие рукопожатия. Всё, добрый вечер. Мы сегодня с вами разговариваем о таком методе психотерапевтическом, как символ драмы. Да, вижу ваши сердечки, большое спасибо. Это важная для меня обратная связь. Так, символ драмы – это у нас тема, как же она работает с бессознательным. И если вдруг вы не в курсе, у нас идёт серия из пяти прямых эфиров. Сегодня среда, значит, сегодня третий. Всю неделю пять эфиров, которые являются таким расширяющей информацией о курсе, о том, что будет на моём курсе. И мы говорили в понедельник о том, что самооценка – это на самом деле миф, да, самооценка – это путь к неврозу. Вчера мы говорили с вами о методе рэп-терапии, рациональной, эмоциональной, поведенческой терапии, которая позволяет работать с нашим мышлением. Всё это вы можете пересмотреть, да, потому что на курсе мы работаем с письменными практиками. Это и метод рациональный, и также будут упражнения, задания для работы с бессознательным. Вот об этом сегодня будем говорить. И меня зовут Ольга Сирота, я профессиональный психолог, и здесь, в этом аккаунте, мы с вами говорим о письменных практиках много, говорим о самооценке, но в её таком академическом, научном понимании это не термин «псипопса». Вот, я профессиональный психолог, я пишу и говорим, и показываем, что называется в профессии, я практически 20 лет. Вот, и метод символ драмы. Сама я в него пришла достаточно давно, в 2003 году, и потом 15 лет, когда уже обучилась ему профессионально, 15 лет работала. Вот, до того, как потом ещё добавила к своим инструментам метод рэп-терапии. Что такое символ драмы, да, вот уже в названии. Символ драма – это не про отчаяние и боль, да, а само понятие драма – это переживание, такое яркое переживание. То есть мы при помощи символов можем переживать определённые чувства, определённые эмоции. И этот метод, он психотерапевтический, зародился он в 50-х годах 20-го века в Германии, его автор Хайнс Кайлёйнер. И вот уже, ну, сколько получается, 70 лет этот метод достаточно хорошо себя зарекомендовал, уже есть такая база. И что мы делаем в этом методе? Вся теоретическая база, она построена на психоанализе и на юнгянском анализе. То есть именно теория психоаналитическая, да, где именно с точки зрения психоанализа объясняется строение развития личности человека, да, взгляды на происхождение невроза и, соответственно, работа по устранению, излечению этих неврозов. Да, и также, также символ драмы базируется на представлении юнгианского анализе, в частности, на идеях юнга о коллективном бессознательном. Да, это, так скажем, такая общечеловеческая память, которая засимволизирована, зашифрована в каких-то образах, да, в каких-то таких понятиях, чтобы мы могли, ну, образно говоря, да, обращаться к этому коллективному бессознательному, чтобы получать какие-то знания о себе и о человечестве. Метод символ драмы – это именно психотерапия, психотерапевтический метод, это психоаналитическая терапия. Здесь нет никакой связи с эзотерикой совершенно, да, никаких вот этих волшебных методиков. И более того, символ драмы, так как метод, он достаточно уже длительно существующий, у него есть и исследовательская база. То есть это один из действительно, один из методов, который работает с образами, с бессознательным, которые действительно уже имеют вот эту вот базу. Вот, то есть при помощи вот этих образов, символов, мы можем обращаться к своим вытесненным каким-то переживаниям, каким-то своим эмоциям, своим каким-то страхам, ко всему тому вот этому, так скажем, психическому материалу нашему, к которому часто невозможно попасть вот через мозг, через рацию. Почему? Потому что у психики есть такой механизм защиты, да, она нас оберегает вот так немножечко кривенько, и получается, что мы не можем попасть в такие болезненные места. Когда-то что-то нам было неприятно, когда-то мы сильно переживали, все это мы чувствовать не хотим, не хотим ничего знать, куда-то мы это все затрамбовываем, упаковываем, да, психика это там все укладывает, и добраться невозможно. Получается, что в своей жизни вы ведете себя как и со странным образом, да, и вы понимаете, что по какому-то сценарию двигаетесь, или вы понимаете, что у вас есть какие-то страхи, какие-то препятствия, и вы никак не можете их преодолеть. И можно перечитать кучу миллионов книг, да, походить по каким-то там, я не знаю, вебинарам, еще чему-то. Но вы не сможете самостоятельно попасть к себе в голову, для этого и нужен человек напротив, желательно специально обученный, да, чтобы он помог вам преодолеть вот эти вот ваши защитные механизмы психики. И вот работа с образами, символами помогает нам это сделать. Почему? Потому что наше бессознательное, оно разговаривает с нами на языке символов, на языке образов. Понять, что нам шифрует и посылает бессознательное, можно при анализе сновидений, при интерпретации ваших рисунков. То есть все-все-все это работает на вас для того, чтобы попасть. И вот символ драма, да, как это вообще происходит. Я психотерапевт, да, по методу символ драмы, я вам предлагаю что-то представить. Символ драма еще называется психоанализ при помощи образов или метод сновидений наяву, да, вы удобно садитесь или ложитесь, никакого гипноза, никакого транса. Просто вы себя чувствуете хорошо, удобно, комфортно, да, и я вам в это время предлагаю что-то представить. И вот в зависимости от того, что и как вы представите, да, мы с вами получаем эту информацию с бессознательного. Да, что, почему, как происходит. Понимаете, то есть вы в полном таком, еще раз скажу, никакого гипноза, да, вы просто представляете то, что я вам предлагаю. И так как мы уже с вами выяснили, символ драме уже 70 лет, да, то есть это психотерапевтический метод, достаточно изученный, каждый вот этот вот образ, который я вам предлагаю представить, да, он уже исследован, он уже опробирован. И тут вот можно говорить о коллективном бессознательном, да, потому что у нас с вами есть на таком интуитивном образе какая-то сонастройка. Мы можем увидеть какой-то образ, и этот образ вызовет у нас определенные чувства. У большинства людей один и тот же образ и символ вызывает определенные реакции, да. Но здесь еще, конечно, есть нюансы. Это личная история, это культурологический какой-то код, да, потому что, например, когда мы работаем с такими ресурсными образами, да, образы, которые дают вам, ну, какую-то поддержку, да, там, какое-то успокоение, то для разных людей, для разных вильней культур, да, или наций, это совершенно разные образы. Если у нас вот эта русская равнина, да, и наши образы ресурсные такие, места, в которые нам нравится попадать, возвращаться, это какой-то лук, да, какая-то зелень такой, все, там, бабочки летают, ручей, понимаете, да. У людей, например, которые живут в местах, где все всегда в снегу, все всегда, да, там, какая-то полярная ночь, которая длится 8 месяцев, у них вот эти вот ресурсные образы, они совсем другие, да. Да, и, например, когда мы работаем с образами, я предлагаю человеку представить место, где вам хорошо, да, ну, то есть большинство вот наших русских людей, да, которые здесь выросли, потому что это тоже важно, да, где прошло ваше детство, вот они представляют эти луга, поля, то есть что-то такое, что их поддерживает, вдохновляет, да, люди из других культур, из других мест, они представляют совершенно иные места, понимаете, то есть это важно, есть коллективное, бессознательное, такие шифровки, да, вот этих общих образов такой человеческой памяти, есть индивидуальные, все это тоже очень важно. Вот, и что мы будем делать на курсе, мы же говорим о курсе, если вы не слышали, то этот курс перо-совы, он называется, да, письменной практики для самоанализа, это будет уже восьмой поток, где мы в течение месяца работаем с вами с письменными практиками, и вот этот восьмой поток, он у нас тематический, мы с вами будем работать с темой самооценки, безусловного принятия, да, первый эфир, вот, который был в понедельник, еще, если не смотрели, посмотрите, где я говорю о том, что самооценка – это на самом деле путь к неврозу, то есть самооценкой мы работаем не как в пси-по-псе, да, подними самооценку, нет, мы исследуем, что такое с вами, не так, да, мы работаем с вот этим процессом безоценочного принятия, с вашими вытесненными эмоциями, какими-то чувствами, да, здоровой злостью какой-то, энергией, агрессией, которая может быть именно, да, здоровой агрессией, как энергия достижений, все это помогает вам находить опору в себе, да, взращивать вот это зрелое «я», защищать свои границы, то есть менять. И в этом вот именно восьмом потоке мы работаем с письменными практиками, я применяю, еще мы будем работать с упражнениями из рэп-терапии, о чем говорили вчера, и буду давать упражнения из символ-драмы, вот, о которых говорю сегодня. То есть рэп-терапия – это рационально, где мы будем работать с мышлением, прописывать, да, чтобы понять, что с вами не так, да, ну, это, то есть моменты, которые внутри уже будут понятны. Да, и с бессознательным будем работать с символ-драмой. Вот так это будет происходить. Месяц на самом деле – это много, это долго, и за месяц можно достаточно тем проработать. Вернее, не тем, а тема у нас будет одна, мы просто будем к ней подходить с разных сторон, вот эта тема принятия, да, самооценки, личных границ. Вот, так что, друзья мои, сейчас посмотрю, что, что я вам сказала, что хотела, чтобы мы… А, сейчас пример еще приведу, как это бывает в образах, да, чтобы мы с вами убрались, убираем сегодня. Прекрасно, да, вот еще о курсе. Курс стартует 1 апреля, то есть мы работаем месяц 1 апреля по 1 мая. 1 апреля у нас завтра четверг, да, и пятницу, и выходные еще к нам можно будет присоединиться, потому что завтра я открою группу, работать мы будем в закрытом аккаунте в Инстаграм. Я открою группу, и пока мы будем, да, там, знакомиться, предзадания какие-то выполнять, то есть в течение выходных вы еще можете присоединиться. Стоимость группы 3 тысячи рублей, да, на целый месяц, где я буду давать также вам обратную связь на ваше задание. Вот, если у вас есть желание, о своем желании присоединиться, вы просто можете мне написать, сообщить. Либо, либо вот в этом аккаунте Рунатила есть в шапке профиле ссылка, она вас отошлет на психологический форум, где уже подробно-подробно расписана программа этого курса Перо Совы. Вот. Так, и еще примеры, да, сейчас расскажу, как я вам рассказала технически, как это происходит, но это сложно понять без того, чтобы попробовать. Сейчас расскажу. То есть, как я уже сказала, символ-драма – это достаточно изученный уже метод, да, ему 70 лет, и все вот эти вот образы, все мотивы, которые я вам предлагаю представить, они не просто так, да, это не просто ваша там какая-то медитация или еще что-то, то есть каждый образ, каждый сюжет, который я вам предлагаю, он имеет четкую цель, да, и образы вот эти вот, они могут быть либо ресурсные поддерживающие, да, когда у вас и так все внутри разболтано, да, вот такой образ, символ погружения в него может дать вам какой-то ресурс, поддержку, вы почувствуете себя лучше, да, там, успокоитесь для того, чтобы дальше продолжать работать со своими задачами. А бывают также образы конфронтирующие, это именно такие сюжеты, образы, символы, где вам предлагается вот как раз уже встретиться, столкнуться с какими-то вытесненными переживаниями, да, с какими-то даже своими внутренними сюжетами, да, это могут быть и люди какие-то, и события, то есть то, что нужно поднять на уровень сознания. Вот. Самое простое, то есть и образы, они есть тоже простые, где вот, например, такие пробные, где я вам предлагаю представить там цветок, ну, определенным образом я вам эту инструкцию начитываю, вы представляете, да, потом, когда вы после образа вырисуете рисунок, и мы с вами работаем с рисунком. Кто был на моих трехдневках, да, у меня есть иногда такие мини-курсы трехдневки, мы там с вами, да, делали упражнения, а вот в этом курсе перо совы будем делать побольше. И вот смотрите, такой простой это пример, да, когда тестовый образ, чтобы понять вообще, как подходит, как человек погружает, я предлагаю, допустим, представить цветок, ну, что-то там наговариваю, какой-то цветок, как она его видит, и вот две девушки, да, две разных девушки, женщины, неважно, просто это примеры, что мы можем с вами анализировать. А если мы сейчас с вами все-таки придерживаемся темы самооценки, отношения к себе, да, то вот именно в этой тематике буду пример приводить. Значит, цветки разные, конечно, девушки видят, женщины, ну, вообще люди разные цветки, и я прошу нарисовать. Один цветок я вижу, он выглядит так, например, нарисован карандашом на белой бумаге, и карандаш, он очень-очень-очень такой, очень тонко нарисован, то есть практически на расстоянии полметра уже не видно, да, ну, вот у нас листок, здесь он не белый, но тут все исписано, да, то есть вот так, чуть-чуть подальше уже не видно этого цветка, да, понимаете, и мы интерпретируем, мы исследуем, что там такое на цветке, да, я ориентируюсь на вот эту базу знаний, понимания, да, что такое символы, символизм, да, вот эти вот образы, да, но спрашивают также человека, чтобы понять, как она видит свой цветок, почему он именно такой, да, например, то, что у него отсутствуют корни, он висит в воздухе, да, потом мы разбираемся, разбираемся, мы приходим к тому, что это как раз то, как она себя чувствует сейчас, вот этой вот подвешенной, да, без вообще каких-либо связей, никаких нет цветов, да, то есть это не проявляется никак не эмоций, да, никакие-то не чувства, не потребности, все заглушено, все размазано, да, то есть это я вам, ну, такие наметки говорю. Другая девушка, она рисует цветок, то есть это такой яркий цветок, такой стебель такой зеленый, прям такой плотный, листья красные, мы можем это по-разному интерпретировать, да, ну, если даже уже сравнить вот этот вот еле живой цветочек прозрачный и такой яркий, да, но если бы мы просто вот так вот шли мимо и сказали, да, вот у этой девушки плохая самооценка, а у этой хорошая, да, но так как символдрама это все-таки психотерапевтический метод, мы там так не делаем, да, мы исследуем гораздо глубже и ориентируясь на человека, да, мы не говорим, что если, значит, приснилось лошадь, это к дождю, нет, мы исследуем как раз то, что это значит именно для человека, да, и казалось бы, самое простое, если этот рисунок еле живой, прозрачный, да, то на втором рисунке, значит, такая яркая, ну, скажем так, мак, да, и мы можем подумать, здесь плохая самооценка, здесь хорошая, но если мы больше дальше разбираемся, то вот эта девушка, женщина, которая в образе увидела этот цветок, его нарисовала, казалось бы, да, она такая яркая, когда мы исследуем, мы понимаем, что нет, это также ее защита, да, это есть женщины, которые, например, не могут выйти в магазин, а им нужно обязательно накраситься, да, и вы можете подумать, вот у нее с самооценкой все хорошо, она так хорошо выглядит всегда, это вовсе не обязательно так, да, она может ходить накрашенной в магазин именно потому, что она никак не принимает себя, да, то есть так, как есть, допустим, без макияжа, она чувствует себя вообще невидимкой, или чувствует себя уродиной, или еще как-то, да, и вот конкретно этот пример, когда мы дальше разбирались с женщиной, с автором этого рисунка и образа, да, мы пришли к тому, что вот эти ее ярко-алые цветки, да, с одной стороны это некая защита, но и в жизни она ведет себя так, что, знаете, есть такие, ну, в природе цветы, да, которые привлекают каких-то животных или, там, что, насекомых, которые их губят, да, и получается, вот на примере этого цветка мы пришли к тому, что в ее жизни слетаются, если к цветку в природе слетаются, то мухи, да, то какие-то там их сжирают животные, да, то в ее жизни к ней приближаются на этот вот красный цвет, такие чудаки на букву М, да, то есть получается она вроде бы яркая, красивая, но это ее боль на самом деле, ни о какой там зрелое я, или там опора на себя речи не идет, вот, то есть это такие небольшие примеры о том, как это происходит, как работает метод символ драмы, что такое работа с бессознательным, и как это нам может помочь вот в работе с самооценкой. Вот такой, друзья, пример, два вернее, если есть у вас вопросы, давайте, я вам вроде бы все сказала, еще раз напоминаю, что курс перо-совые письменные практики для самоанализа, в апреле он будет тематический, связанный с самооценкой, с принятием себя, мы работаем как через рациональное методом рэп-терапии, вчера говорили, так и через бессознательное методом символ драмы, о чем говорим сегодня. До выходных, в течение выходных нам можно присоединиться, хотя группа уже начинается завтра, завтра я всех буду, ну, как запускать, запускать, пока там будем знакомиться, что-то такое делать. Стоит группа 3000 рублей за целый месяц и за возможность получить от меня обратную связь. То есть это такая прям вот психотерапевтическая, хорошая такая группа, очень интересная и тема такая важная. Поэтому присоединяйтесь, чтобы присоединиться, либо мне напишите, либо по шапке, в шапке профиль ссылка. Так, друзья мои, сегодня, значит, у нас был третий эфир, завтра у нас будет еще эфир. Так, что у нас завтра? Мы будем говорить о личных границах, да, и о вытесненных эмоциях. И послезавтра уже непосредственно о письменных практиках, и тоже дам задание. Все, встречаемся мы с вами в эфирах. Также остаетесь в этом аккаунте Руна Тила, потому что, может быть, вы заметили, что я его сейчас активизирую. Мы с вами переезжаем с моего большого аккаунта Сова Совет, переезжаем пока сюда. Все, друзья мои, если нет вопросов, можете, да, вот, хотелось, спасибо сердечке, чтобы я увидела вашу обратную связь. Большое спасибо, значит, встречаемся еще четверг, пятницу в 9 часов, и всех приглашаю на курс Перо Совы. Письменные практики для самоанализа. И этот курс будет посвящен тому, чтобы вы могли себя почувствовать и сказать, что со мной все в порядке. Все, с вами все в порядке, и сейчас пока-пока, да, большое спасибо за сердечко. Все, пока завершаю, чтобы нам с вами тут все сохранилось так. Спасибо. 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 Спасибо.